Всем привет! Это второй урок по маскам в моху, в котором мы рассмотрим более сложные примеры. Если вы еще не смотрели первый, то сможете найти на него ссылку в подсказках или в описании к видео. Также в этом уроке будут активно использоваться референсные слои. Урок по ним у нас тоже есть. Пожалуй, начну с примера. Поворот головы с вырезом рта. Как полностью повторить такую конструкцию, я покажу в отдельном видео. А пока сосредоточимся на вырезе рта. Разберем проблемы с масками и как их решать. Скачайте исходный файл Advanced Mask Start по ссылке в описании и откройте его. Группа Main содержит основную форму головы, в которой мы будем вырезать отверстие и свой рта, который будет маской. Дважды кликнем по группе и выберем опцию Review All во вкладке Masking, чтобы сделать группу маской. Затем перенесем слой с ртом ниже слоя головы. Свой рта вырежем из маски, а слой головы сделаем маскируемым. У нас получилось вырезать отверстие, но мы потеряли контур. Вот и первая проблема. Работать отдельно с заливкой и контуром нам позволят референсные слои. Сделаем референс для рта и разместим его выше головы. Подпишем его как Mouse Stroke, чтобы обозначить, что это контур, и отключим на нем заливку. Так как оригинальный слой был маской, референсный слой тоже является маской. Если мы сделаем слой маскируемым, его будет прятать оригинальная маска. Сделаем слой немаскируемым. Ура! Мы наконец-то видим контур. Но рано радоваться. Если мы развернем голову, используя заготовленный рычаг, то увидим, что контур рта выходит за пределы головы. Нужно это исправить. Нам нужна отдельная маска для рта. Для этого сделаем референсный слой головы и назовем его Main Array Mask. Далее необходимо очистить маску и добавить к ней слой, оставив его невидимым. Теперь сделаем контур рта маскируемым. И все. Поздравляю! Давайте усложним задачу. Добавим персонажу щетину. Включим слой Stable. В этом слое тоже нужно вырезать отверстие для рта и позаботиться о том, чтобы он прятался за пределами головы. Так как контур рта должен быть выше щетины, переместим слой щетины ниже рта. Нам опять нужна новая маска. И этой маской должна быть голова с вырезанным ртом. Сделаем референс головы. Подпишем его тоже Main Array Mask. И сбросим маску. Сделаем референс рта. И разместим под слоем щетины. Нам нужно вырезать его из маски. Но так как оригинальный слой уже имел нужный нам параметр, мы ничего менять не будем. А вот еще одна проблема. Слой щетины перекрывает контур головы. Сделаем еще один референс головы. Подпишем Main Stroke. Разместим над щетиной. И отключим на нем заливку. Поздравляю! Мы решили и эту задачу. Чтобы закрепить новые знания, сделаем сложные маски и для глаз. Немного прокрутим заготовленный рычаг IR, чтобы прикрыть глаз. И частично вынесем зрачок за пределы глаза. Откроем группу IR и рассмотрим ее структуру. Здесь находится глазное яблоко, веки и зрачок. Наша цель – спрятать зрачок за пределами глазных яблок и срезать глаза веками. Сделаем группу маской и спрячем все. И у нас снова две проблемы. Первая – глазное яблоко срезает веки, а не наоборот. Вторая – зрачок хоть и срезался глазным яблоком, но он перекрывает контур. Начнем исправлять. Свой Main сделаем невидимой маской и срежем с нее веки. Сделаем референсный слой для глазного яблока. Назовем его Main Fill. Поместим выше слоя век и настроим его маскируемым. Пол дела сделано. Осталось вернуть контур. Сделаем референсный слой век. Назовем его Eyelid Stroke. И разместим над зрачком. Назначим слой немаскируемым и отключим на нем заливку. Единственное, что осталось поправить, это то, что зрачок перекрывает контур глазного яблока. Создадим референс слоя Main. Назовем его Main Stroke. И поместим над зрачком. Сделаем слой маскируемым и отключим заливку. Поздравляю! Я думаю, суть вы поняли и теперь сможете сами решать различные задачи с масками. Так как маски построены на референсных слоях, анимировать нужно только оригинальные слои. А референсы полностью автоматические и повторяют оригиналы. Я бы посоветовал перекрасить их в другой цвет, чтобы случайно не поставить на них ключи. Также, если пометить слои, которые сбрасывают маски, структура маски будет считаться легче. Во всяком случае, не злоупотребляйте масками и референсными слоями, так как моделька может стать тяжеловатой. Не используйте их там, где можно обойтись без них. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok